дорогие друзья приветствуем вас и мы снова рассматриваем изучаем евангелию от марка мы углубляемся в текст находим здесь полезные практические советы и этим самым улучшаем нашу христианскую жизнь и улучшаем наше познание бога и в нас сегодня 7 глава марка и прежде всего я хотел бы представить нашего собеседника это павел не смеяем не смея нам приветствую магистр богословия выпускник семинарии gateway служитель церкви эммануил что ванкувере вашингтон приятно я благодарен за приглашение павел вы занимаетесь профессионально теологии богословием вот что побудило вас заниматься профессиональным богословием ну как мы знаем что все желания которые у нас появляются дает нам господь когда в 19 лет я принял господа в свое сердце и начал изучать писание начал чувствовать его присутствие ощущать что господь меня ведет именно через слово потому что когда я изучал слово многие вещи мне становились ясны в моей жизни появлялось желание открывать больше изучать глубже познавать бога дальше как великий телок 20 века карл бард сказал всякий раз когда ты открываешь слово божье ты соприкасаешься с богом поэтому возможно вот этот контакт с богом постоянное общение с ним оно меня и повлекло сначала поступить в киевскую богословскую семинарию потом по приезду в америку я понял что мне не хватает теологии я решил продолжить на более глубоком уровне и закончил шестилетний курс магистра богословия в южно-баптистской семинарии гейтвей или бывший семинарии голдингей поэтому я думаю это самое лучшее для христианина изучать слово божье углубляться чтобы там еще раз еще раз открыть для себя природу бога это очень впечатляет дело в том что смотря на современную молодежь ну многие стараются получить какую-то профессию получать получить ту профессию которая бы приносила бы ну деньги но теология это та сфера где может быть деньги тебе особые не принесет вот и хорошо что есть люди которые не невзирая ни на что они все-таки из-за любви к богу из-за любви к тому чтобы ну как-то качественно профессионально доносить слово для народа посвящая свою жизнь пускай вас бог благословит и так у нас 7 глава от марка я хотел бы пригласить всех нас в текст и мы начнем постепенно опускаться к низу и изучать этот текст и 7 глава начинается тем что собрались к нему фарисеи и некоторые книжники пришедшие из иерусалима и так оказывается что к иисусу христу ну вот пришла элита на то время это книжники и фарисеи фактически это элита интеллектуальная элита религиозная ну и естественно здесь начинается целое такое напряжение вот и мы конечно об этом поговорим прочитаем ниже и увидели некоторых из учеников его и евши хлеб нечистыми то есть не умытыми руками укоряли ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев не едят не умывшись тщательно рук и прочет честу органи едят не умывшись есть и многое другое чего они приняли держаться наблюдать умовение час кружек котлов и и скамей потом спрашивает его фарисеи и книжники зачем ученики твои не поступают по преданию старцев но не умытыми руками едят хлеб он сказал ему ответ хорошо пророчествовал у вас лицемерах и сая как написано люди сичь тут меня устами сердце их далеко отстоит от меня и так до этого места пока и так в нас в этом урывке мы прочитали вот этот нарастает конфликт они пришли наблюдали к чему вот прицепиться к учителю как вообще мы можем охарактеризовать вот этот сам конфликт который вот возник на основании вот этих текстов которые мы уже прочитали во первых безусловно иисус христос в этот конфликт попал еще в начале евангелия от марка 2 3 и особенно в 4 главе марк он уже об этом объявляет что фарисеи книжники искали как убить его потому что они видели на на уровне раввина этого учителя закона не увидели опасность что он учит немного не так как все остальные учат они и они начали уже конкретно наблюдать и за иисусом христом и за учениками и была безусловно у них возможность где-то обратить внимание что он поступал не так как они в субботу что было в предыдущих главах и здесь возник вопрос о религиозной нечистоте они заметили что ученики иисуса христа не следует тем правилам которые возникли скажем во время межзаветнего периода и считались авторитет эти заповеди или эти предания это не было не был закон моисея это были те предания которые возникли на протяжении каких-то там постановлений старцев постановление древних их них отцов то есть а в чем же тогда был закон закон мы знаем что не требовал закон от обычных евреев омывать одежды или руки перед кушением пищи вообще закон если читать книгу исход и книгу левит это требование относилась только к священнику который заходил в скинь собрание он обязан был омывать руки за не не зайдя нельзя было зайти не омыть руки и когда приносит приносилась жертва приношения он тоже должен был это делать но в межзаветний период межзаветний период это от времени вавилонского пленения возвращения евреев назад на свою землю до пришествия иисуса христа в период мы называем его в период второго храма выработалась определенная традиция или предания которые предусматривали или накладывали те же требования которые налаживал закон на священников они накладывали на весь израиль поэтому они считали что все евреи теперь должны омывать руки и не только здесь марк перечисляет и омывать чаши и кружки и так далее и так далее но почему иисус христос ну может быть сказал ну небольшая небольшая проблема ну вот давайте ученики действительно ну почему вы не умываете но не умывайте руки ну здесь не такая уже проблема была не проблема но я думаю нам дальше тогда нужно пойти по тексту ниже проблема не была в том чтобы заставить учеников а мыть руки и послушаться и таким образом возможно бы конфликт был в какой-то степени немножечко пригашен но проблема не в этом была проблема в корне длилось что там совсем вытекал эта проблема из ненависти фарисеев к иисусу христу и в корне лежала проблема в том что эти предания они нарушали на самом деле слова божие чем мы прочитаем ниже поэтому для иисуса христа как лидера вот этого кружка учеников было важно показать своим ученикам что он на самом деле стоит на страже слова божьего и для него это главное потому что это есть истина все добавления фарисеев и правила фарисеев не были возможно обусловлены определенной ситуацией своего времени на это не было слово божье потому что очень интересно получается смотрите когда павел ну какими учения павла заключалась в том если его действия поступки причиняет какой-то соблаз он говорит не буду есть и во время сам вовек то есть он готов как бы ну пойти на какие-то ступки культурные исполнять предания иисус христос тоже мог бы сказать ну ладно в принципе неплохая вещь ничего страшного нет но здесь наверно кроется что-то больше вот это то что мы дальше по тексту поймем видеть что для иисуса христа было сейчас важно здесь сейчас поставлен во главу угла авторитет слова божий если бы он здесь сделал уступку значит он бы поднял уровень традиции до уровня слова божьего он как бог не мог допустить вот такой скажем за занижение стандарта писания но когда мы говорим вообще когда мы опустимся чуть ниже потом я хотел задать такой вопрос по поводу традиции вообще насколько важна традиция может ли христианство уйти от традиции потому что но мы в истории знаем много людей боролись против традиций которые вот против преданий потому что предание традиции я думаю что она где-то синоним синонимы да вот и сегодня есть люди которые говорят мы уйдем от религиозности от традиций вот как вообще можно объяснить понять смысл традиции вообще сама традиция или возникновение традиции всегда обусловлено определенной ситуацией то ли в церкви то ли среди или внутри божьего народа поэтому традиция обычно объясняет определенную доктринальную нагрузку и человеку так легче воспринимать когда они знают что почему и как традиция всегда объясняла прекрасные традиции были заложены ранними христианами которые до сих пор мы исполняем вы спрашиваете можно ли христианство быть бестрадиционным вообще я скажу что нельзя потому что сам апостол павел говорил что все что я вам передал и то что он передал парадозис это есть это есть традиция христианская и было много хорошего передано нам и есть очень много прекрасных традиций которые лежат в основе нашего иудео христианского понимания мира но есть и традиции которые по словам павла есть такой греческий термин а диафора или второстепенная что обусловлено было определенной ситуации и безусловно церковь иисуса христа находится в разных моментах своей истории и сталкивается с разными проблемами нельзя проблему одной церкви потом накладывать на другие церкви потому что возможно у них таких вопросов нет поэтому когда мы берем одну какую-то традицию которая была просто обусловлена в определенное время в определенном месте и считаем что она должна быть как основополагающая отсюда и все конфликты возникают что она не работает в другом окружении в другое то есть исходя из того что вы сказали то есть получается что есть традиция как бы большая традиция основная традиция это традиция то предание с божьего слова которые мы получили да тем более что иисус христос он когда пришел на землю он не повелел ученикам или не окружил себя каким-то книжниками чтобы они записывали то что он проповедует то есть было важно все таки наверное христу сказать вот это слово и потом когда пришел дух святой он помог автором уже где-то наверно осознать и наверно уже воплотить какую-то традицию в какую-то уже форму то что говорил иисус христ на язык до на язык понятным им и то есть указывается что мы не можем уйти мы не можем ты заметил правильно что в последнее время есть две крайности есть церкви я не буду их называть мы все знаем которые приравнивают традицию церкви к или как бы придание церкви к слову божьему не говорят что слово божье является продуктом церкви и традиция тоже есть другие христиане которые говорят мы будем абсолютно без всяких традиций никаких не нужно нам ни правил ничего мы будем без традиционным христианством там и там есть крайность потому что церковь она не создала слово божье и она не создавала традицию она только передала то апостольское послание которое ей дано было поэтому мы не создали мы псов божий не является продуктом церкви все что является продуктом церкви это то что наслоилась из-за культуры истории поэтому здесь нужно разделять когда мы говорим о слове божьем это основа нашей есть некоторых правилах постановлений которые наверное возникли в результате каких-то культурных влияний языковых влияния их местонахождение то ситуации каких-то ситуаций простой проблема наверное заключается в том что здесь когда традиция вот такая второстепенная подается как некая святость как некая ну религиозное исполнение как основа как первостепенная и она наверное нарушает когда вот в данной ситуации для них вся религиозная жизнь была разрушена в их них глазах ученики разрушили всю религиозную жизнь потому что они нарушили вот эту традицию и всю вот эту заповедь которую старцы старцев ну хорошо мы с традициями немножко разобрались но скажем подводя как бы итоги вот этого первого пункта вот чтобы сегодня как нам сегодня ну с одной стороны относиться к традициям с одной стороны чтобы вот она мы не выставляли ее как главную но с другой стороны надо понимать что любая духовная истина любая духовный принцип он должен как-то воплотиться он должен как-то материализоваться он материализуется вот через через традицию дело в том что даже самое хлебопреломнение которое мы совершаем или крещение заповедь или тос то же самое крещение есть заповедь есть повеление а как она будет уже выражаться это уже в зависимости от ситуации обстоятельств понимания культурных каких-то наверно моментов это привел хороший пример насчет преломления в последнее время из-за пандемии мы были вынуждены пересмотреть саму форму преломления раньше всегда у нас особенно в баптийском движении была одна чаша или ну несколько но обязательно пили из одной чаши из-за пандемии нам пришлось пересмотреть и отнестись тому что нужно через отдельный у каждого должен быть отдельный стаканчик вот безусловно пришлось по ситуации отреагировать церкви и мы поняли что главное это вместе в одно время собирая вспоминать о страданиях иисуса христа это основа это та традиция предания которое передали нам апостолы форма же может меняться главное чтобы основной основная истина или основа этого оставалась не поврежден хорошо и шестой стих он иисус христос начинает им отвечать на их не претензию и мне нравится здесь иисус христос в том плане наверное из-за того что может быть мы не всегда мы всегда как-то представляем христа от вот такого ну лояльного тем более что мы живем в стране где все должно быть толерантно очень красиво никто никого не должен обижать никто никого не должен обличать каких-то неправильных действиях каждый имеет право на самовыражение здесь иисус христос очень ярко радикально выбивает основу с под их их ног и он говорит сразу обвиняет вот цитирует и саю он говорит что сии люди меня устам и чтут но сердце их далеко от меня вот и но тщательно чтут меня уча учением заповедям человеческим где иисус христос что он хочет этим сказать к чему он ведет дальше поднимает вопрос о каких заповедях человеческих он имеет конкретно в виду потому что здесь и есть конфликт с одной стороны фарисеи они были эксперты закона и они относились к себе и хотели чтобы к ним относились как экспертом закона в данном случае в седьмой главе иисус христос показывает что на самом деле фарисеи они эксперты в том как обойти закон и он объясняет им почему что интересно в данной главе иисус христос отвечает атакой на атаку или мы называем это контр атака они атакуют потому что они увидели что ученики едят неумытыми руками он не объясняет и не оправдывает учеников он их переводит их не акцент совсем в другом направлении он переводит их акцент что на самом деле нарушают закон они и дальше идет дискуссия о том как они нарушают заповедь моисея ставя свое предание выше закона в этом иисус христос почему так ревностно я думаю всякий раз он очень ревностно реагировал когда вопрос касался авторитета бога и авторитета слова он тогда был очень радикально ревностно он дальше ведет и говорит что вы на самом деле если другими словами сказать что вы серьезно вы думаете что я заповедь нарушил это вы человеческие предания поставили на уровень божий но на самом деле это вы заповедь одну из 10 заповедей нарушаете вот и здесь в чем он упрекает я бы хотел бы услышать ваш комментарий это одиннадцатый стих говорится вы говорите что кто скажет отцу или матери карван то есть дар богу то чем бы ты от меня пользоваться то чем бы ты от меня пользоваться то есть что это означает что вообще вот это выражение иисус христос поднимает вопрос что тогда межзаветний период многие раввины учили людей например должников которые не хотели отдавать долг они приходили крови ну и спрашивали как мне сделать так чтобы легально с точки зрения торы иудаизма второго храма не избежать вот этой участи и появилось такое правило карван или это просто транслитерация еврейского слова карбана на на греческий это значит марк переводит как дар богу на самом деле так как посвящение вот богу то что отдавалось ему как клятва заклятое то есть посвященное богу и она влилась в жизни тот должник говорил я эти деньги которые у меня я на самом деле завещал господу ли на храм по преданиям можно было ему все равно как владельцу этих денег пользоваться ими своей жизни но с этих денег нельзя было ничего отдавать потому что они были посвящены богу таким образом можно было кредиторам ответить что я бы отдал но я посвятил богу но это вылилось в том что многие люди чтобы не тратить деньги на содержание своих родителей начали родителям сообщать что они могли бы помочь найти все деньги были завещаны на храм они пользуются ими своей жизни но отдать их не могут другим поэтому иисус христос увидел здесь нарушение пятой заповеди деколога почитай отца твоего и мать и далее он даже приводит здесь и в ливи там например если прочитать 21 глусиннадцатый стих там написано что кто не почитает да будет побить даже когда это была смертная казнь для тех кто не почитал родителей для иисуса христа это закон а то что добавили фарисеи как избежать исполнения закона он называет это преданием старцам или ваши человеческие традиции предания они помогали неправоверным я считаю идеями лицемером избегать повиновения они учили манипулировать словом вот словом божием для для своих корыстных каких своих корыстных целей этим не не почитая родители потому что слово почитай в иврите она туда и и заботься и обеспечь то есть это слово вмещает себя много разных разных ракурсов и оттенков хорошо и мы идем ниже пятнадцатый стих даже 14 мы начнем и призвал весь народ говорил им слушайте меня все и разумеете ничто входящее в человека извне не может осквернить его но что исходит из него то и скверняет человека исходя и кто имеет уши слышать да слышит исходя из этого текста что иисус христос пытается сказать начался вообще вся глава началась с атаки на то что ученики едят не чистыми руками или не омытыми руками иисус христос пока не отвечая на этот вопрос он контратакует фарисеи в том что на самом деле это они нарушают они его ученики но дальше он не оставляет этот вопрос без ответа и он возвращается чтобы адресовать эту проблему а что на самом деле делает человека нечистым с точки зрения фарисеи в предании старцев делала нечистым одежда делала нечистым еда или контакт с какой-то с каким-то народом или с внешней человеком внешний контакт делал его нечистым поэтому они старались избегать даже иисус христос если мы читаем ходил иногда в кесарию филиппову фарисеи говорили что не заходите в кесарию филиппов это был языческий город где были языческие статуи поклонялись языческим богам то есть для евреев даже просто контакт с человеком который был с их него понимание нечистым тоже осквернял иисус христос поворачивает вопрос совсем другое русло он говорит никакой физический контакт то есть имею ввиду одежда или пища она не делает человека нечистым а на самом деле она просто входит в тело и выходит из тела в сердце не попадая делает нечистым человека совсем другое то есть когда мы говорим о некоторых ритуальных таких постановлениях по поводу чистоты эти внешние ритуалы они наверно указывают на ну как символы святости но это не есть самая святость но сама не дается она не дает святость они она имеет какое-то символическое указание чтобы люди понимали но что сделали люди внешние вот эти указатели вот стали почитать их как самое главное символ на самом деле он говорит о чем-то значение сзади символа да позади символа если мы просто начинаем поклоняться символом мы теряем основной смысл почему господь делал вот эти все заповеди весь закон и весь ветхий завет был дан для того чтобы указывать на грядущего иисуса христа и мессию поэтому все эти ритуалы омовения не грею о том что человек не может своем теперешнем состоянии греховном он не может быть чистым в глазах бога поэтому было какие-то посреднические деяния нужно было делать чтобы войти в общение с богом и только один иисус христос он 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 был нас по-настоящему святой он была по-настоящему исцеляющая чистота в нем была поэтому люди хотели хотя бы притронуться к нему чтобы очиститься или исцелиться здесь я думаю контраст специально господом закладывался еще святого завета чтобы указывать на пришествие христа как настоящий чистотый я даже веду к тому что мы все равно не отбрасываем некие скажем ритуальные моменты потому что вот даже то что мы совершаем скажем вечеру господню это тоже некие внешние элементы которые указывают духовные смыслы на метафизический смысл но они нам как мы говорили в начале традиция нам понимает интерпретировать метафизический мир какую-то духовную реальность мы живем в мире физическом поэтому нам любые символы любые традиции они помогают помогают объяснить понять то что находится вне то есть трансцендентность бога находится вне нашего сознания понимания я думаю что символ они тоже нужно то что проблема только тогда когда вот эти указатели они берут на себя основное внимание когда люди начинают их обожествлять или как главные поклоняться символом а не богу который за да да вот хорошее слово и 15 стих ничто входящие в человека изменение может осквернить его но что исходит из него то скверняет человека он как бы подводит итог этому все показывают корень проблемы не в одежде и в пище или в тех людях которые окружают израиль корень проблему в ихнем сердце потому что израиль всякий раз как он цитирует исаию всякий раз оказывался недостойным потому что из сердца исходят злые помыслы и он здесь перечисляет ниже все что исходит из человека это его скверняет а именно его слова его поступки и даже мысли потому что мысли все равно ведут к поступкам это просто следующий шаг здесь тоже как бы радикальное заявление иисуса христа для евреев масса вещей было особенно из пищи из тварей его были твари которые ну были не чистые нельзя здесь иисус христос как бы говорит что ничто что входит человека то есть другими словами любые все продукты они не оскверняет на самом деле человека потому что они идут желудок то что идет желудок она не оскверняет человека оскверняет что-то другое то что выходит да она не оскверняет сердце а вот еще не приносит никакого осквернения да вы правы что здесь иисус христос впервые в учении марка поднимает вот в евангелие от марка поднимает этот вопрос ритуальной нечистоты в церкви уже возможно я так думаю что некоторые богословы считают что когда марк писал евангелие он уже подготавливал почву к приезду апостола павла потому что апостол павел он везде заявлял что я планирую быть в риме и в римской церкви были как иудеи выходцы из иудеев так и были и греки для которых ритуальная нечистота было что-то очень непонятное далекое они не могли понять почему из этой проблемы вообще возникают конфликты в церкви поэтому возможно марк начал уже объяснять для церкви почему для апостола павла которого считали нарушителем всех традиций да и преданий почему для апостола павла было не важно вопросы пищи и одежды а важно было то как живет церковь и и практическая жизнь здесь 17 18 стих иисус христос упрекает учеников и когда он и когда он от народа вошел в дом ученики его спросили его о притче то есть вот это образ иллюстрация то что входит внутрь человека она не скверняет это была такая иллюстрация причина и 18 он сказал им неужели и вы так непонятны неужели не разумеете что ничто извне входящего человека не может осквернить его то есть иисус христос постоянно упрекает их что они не понимают вообще ну вот вот очень интересно даже в контексте марка что его всегда не понимают я думаю это постоянно если внимательно смотреть как марк пишет я вижу здесь в каждой главе он еще раз еще раз к этому вопросу возвращаются что сколько иисус христос сделал чудес насытил 5000 шел по воде сколько показал исцелений но почему-то все равно ученики где-то на какой-то грани своего понимания иисуса христа почему-то они могли до конца у разуметь кто он потому что вопрос здесь звучит еще раз и еще раз кто этот что ему поклоняешь что повинуется ветер и будет кто этот что исцеляет хромых исцеляет глухих делает слышащими слепых зрячими то есть здесь постоянное непонимание евангелия марка фактически почти до самого конца но показывать что не его не понимает и фарисеи его не понимает родственники его не понимают ученики он живет жизнь непонятую только в конце наверно после его воскресенья его понимают написано что тогда они вспомнили слова его когда он воскрес тогда все начало проясняться для них до до распятия иисуса христа даже ученика лидера апостола у апостола петра были определенные сомнения недопонимания и мы наверное перейдем уже к нашей дальше этой истории о женщина который он исцелил я думаю что вся вот эта глава во все эти события они между собой тоже связаны и марк что-то хочет нам сказать вот но если с учетом вот эту историю когда к ней я уже не читаю значит к иисусу христу приходит женщина она она пришла здесь написано что в она она была серафинянка вот и просила чтобы ее дочь была одержимая нечистым духом и просит его о помощи и иисус христос ну вот как бы отказывает и другие евангелисты даже рассказывает о том что он и шел не обращал внимание что даже ученики говорят ему что иисус ну она кричит она ну обрати к ней внимание и когда наконец-то иисус христос останавливается обращает к ней внимание то и 27 стих говорит так но иисус сказал ей дай прежде насытиться детям ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам вот до этого места как прокомментирует куда здесь очень радикально иисус христос поступает с этой женщиной но здесь тоже есть свой смысл когда глубже углубляться и смотреть на эту историю как эти истории связаны безусловно они очень связаны и евангелист марк он он ведет вот эту нить проводить от конфликта с фарисеями для которых общение с язычниками это было крайне нечистыми они избегали любых контактов с теми кто жил на юго-востоке от израиля или это еще местность называют десятиграде это было 10 разных городов да они были все языческие в корне все-таки греческая культура туда проникла и люди с точки зрения фарисеев были в принципе уже язычниками и и нечистыми иисус христос поднимая вопрос ритуальной нечистоты показывая что для него ни один человек на земле не является нечистым просто потому что он принадлежит к тому роду или племени он он еще если взять вообще во всей совокупности ветхий завет еще с 12 главы бытие бог уже показывал что само избрание израиля было сделано для того обусловлено чтобы достичь всех народов поэтому здесь иисус христос говоря нечистоте он показывает оборачивается и делает то что не делали фарисеев он идет к нечистому народу он идет к язычникам он поворачивается идет в десятиграде и там к нему подходит человек или женщина которая с точки зрения фарисеев была абсолютно нечистая и общение с ней не должно было как бы быть к лицу такому раввину как иисус христос здесь же он показывает что он как бы с одной стороны он избегает контакта но дальше если мы эту историю прочитаем ниже здесь иисус христос показывает что он переходит этот барьер и начинает сообщаться с язычниками данной истории безусловно почему он так радикально ну конечно он показал он даже грубо так с одной стороны кажется что очень грубо но есть свои причины во первых он показывает что все равно он пришел для пропавших овец израиля это обязательно почему он так говорил потому что сам бог яхве он клялся народу что он его не оставит и он придет к своему народу поэтому на самом деле так и и было например для язычников скорее всего иисус христос был как бы очередной чудотворец но все-таки для евреев когда человек приходил и говорил божьи слова когда творил чудо евреи все равно понимали что никто не может как как сказал никодим никто не может творить такие дела если не с ним будет бог то есть в любом случае на самом деле иисус христос сказал понимаешь они дети бога они понимают пришел я ради них пришел к ним в начале но все равно мы возвращаемся к женщине что интересно если 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 хочешь я могу да своими словами пересказать здесь ситуация очень интересная во первых она язычница во вторых она женщина раньше в том мире древнем женщина даже если бы до свидетелем какого-то преступления она не на свидетельство в суде не признавалась потому что ее никто не учитывал ее мнение или ее слова здесь иисус христос испытывает ее веру он как бы отталкивает ее проверяет и стиры насколько она действительно верит и насколько она хочет чтобы он ей помог и вот здесь для меня это экстраординарное проявление веры человека который не был абсолютно скажем фарисеи они знали слово божье они были во полностью погружены в религию израиля знали что такое иудаизм второго храма этот человек она была абсолютно чуждо все еврейское и тем не менее она проявляет настолько большую и высокую веру что иисус христос с одной стороны как бы уступает ей и признает ее правоту и тем более что ну ответ вот этой женщины она как бы соглашается говорит да господи я признаю что что мы псы что мы недостойны но я хочу хотя бы быть быть крохой вот это крошечкой крошечкой вот это ну и двадцать девятый стих он говорит и сказал ей за это слово пойди без вышел из твоей дочери здесь ну интересно то что здесь не просто иисус христос повелел уже что-то случилось а как бы чудо произошло совместно за счет естественно власти иисуса христа но ее вера и и смирение и вот это совместное действие она совершила вот это чудо я вполне согласен с тем что когда господь безусловно он всем управляет и он имеет власть исцелять но он ожидал от нее встречного шага вот этой веры когда он увидел вот это колоссальное смирение и ее желание и веру безусловно господь сделал шаг навстречу поэтому в духовном мире уже это исцеление произошло соприкосновение веры человека с властью божьей уже делает чудеса здесь как будто бы автоматически при соприкосновении ее веры с властью христа уже в том месте где находилась дочь произошло исцеление вот почему так получается мы на страницах евангелия встречаем что больше веры оказывается в людях не евреев не с божьего народа сотник вот эта женщина иисус христос подчеркивает уникальность вот этих людей вот ну вот такой яркой веры не всегда можно было найти среди евреев среди иудейского народа и в этом вся и критика евангелиста марка в том что иисус христос пришел к своим и свои но свои его не приняли а он нашел ту веру которую искал у своих нашел веру язычников которые были более готовы пришествию мессии чем собственный народ божий хорошо и мы опускаемся ниже в наши в нашей главе здесь есть история исцеление глухонемова когда он вышел из предел кирских и седонских он опять пошел к мору галилейскому через пределы десятиградия грани привели к нему глухого косноязычего и спросили его и просили его возложить на него руку иисус отвечи его в сторону от народа вложил персты свои в уши ему и плюнул коснулся языка его и возрел на небо сдохнул и сказал ему ефафа то есть отверзнись этот час отверзлась у него слухи разрешились узи его языка и он стал говорить чисто вот эта вся история как она вообще вписывается в эту главу это первый вопрос и во вторых почему иисус христос использует вот такую методику исцеления которые ну фактически останован касался людей возложил руки или просто словом повелевал а здесь он использует такой методик во первых по поводу первого вопроса да здесь тоже история связана с тем что иисус христос показывает что для него все люди являются чистыми и нет никто кто бы мог быть исключен из этого числа и ответы фарисеям что ничего из контакта с язычниками меня не сделает нечистым он уходит к язычникам и это вторая история здесь есть параллели с текстом о чем мы говорили что ученики не понимают фарисеи не понимают здесь я думаю марк тоже связано том что без просвещения без прикосновения божьего иногда все равно глаза будут закрыты и понимания не будет сколько бы человек не пытался своими какими-то традициями достичь понимания бога глубины божьего познания нужен все-таки божественное прикосновение должно быть божественное прикосновение то есть поэтому здесь именно слепота и глухота она именно конкретно резонирует с тем что ученики и фарисеи все равно остаются глухими и слепыми к проповеди иисуса христа здесь есть и дальше почему он таким интересным методом многие говорили тогда считалось древнюю что слюна например имеет какие-то целительные свойства и что он делал что-то многие говорили это какие-то были магические или какие-то секреты медицины я думаю здесь на самом деле для глухонемого он не слышал слова иисуса христа он не слышал учения у него не было возможности соприкоснуться с евангелием именно потому что вербальным вербальным образом но господь попробовал через физическое прикосновение этим и знаками и действиями помочь его вере поверить что он действительно мащия помазанник божий который имеет власть его исцелить я думаю в данном случае он просто помогал делал экстрамайл как говорят на английском или делал второе поприще какое-то дополнительное деяние чтобы помочь вере вот этого больного поверить и и быть исцелен здесь я думаю даже ну подчеркнут тот случай что иисус христос не использует какой-то один единый способ для исцеления что вообще вера она она по сути неподражаемая именно в форме это некий внутренний а наша реакция наш контакты с богом в наши отношения с богом ну что некоторые люди хотят повторить какой-то прием внешний ритуал но здесь говорится о том что иисус христос даже не делал свои исцеления одним и тем же самым чтобы можно было потом повторить или или проследить вычислить бога вычислить форму безусловно этого нет мне нравится как карл бард когда-то сказал что откровение божье оно было например в твоей или в моей жизни но было особенное которое нужно только мне потому что только я мог понять это откровение и от этого откровения как от взрыва бомбы остается воронка и мы можем очень много изучать воронку на то не есть откровение это знак откровения поэтому действительно мы не сможем высчитать или вычислить как бог действует он действует всегда уникально по-своему так как нужно тому или другому человеку в данном случае я думаю именно вот эти деяния его или его поступок он помог этому больному человеку поверить и получить исцеление 34 стих иисус христос использует слово ефафа почему и евангелисты и вообще даже переводчики вот даже вот на на русский язык не переводят они подают в аризон в оригинале этот слово и мы имеем много таких очень подобных слов почему а вном за этим много потому что это действительно тот язык на котором грил иисус христос он говорил на армейском языке и поэтому как бы его аутентичные оригинальные слова все-таки ученики пытались сохранить во первых они были очевидцы его служение это был свидетельство очевидца они грели я слышал я там был и я видел и с другой стороны безусловно это показывает о том что и определенные вот даже вот господь почему-то обращался именно на своем языке это имеет важность потому что в оригинальном языке есть свои оттенки свои значения здесь меня что потрясает в этом что он проговорил этот человек он возможно знал армейский язык хотя он был как бы глухой я часто спрашивал зачем он ему его сказал это слово если он его не слышал здесь я думаю на каком-то подсознательном уровне господь обратился к его природе он как творец нашей души творец нашего тела он знает язык нашего тела как сказать так чтобы вся сущность отреагировал на голос своего творца возможно вот этот на на этом уровне почему-то господь нашел нужным именно к глухому человеку вот так проговорить это слово имело силу я думаю она больше относилась больше к ученикам чтобы ученики наконец-то ефафа отверзли свои глаза и уши к слышанию и видению божьих дел чтобы для них откровение пришло конечно это была иллюстрация для учеников и 36 стих говорит о том что здесь марка и просто поражает вот это почти в каждой главе иисус христос повелевает им не сказывать никому то есть после каждого чуда после каждого происшествия иисус христос запрещает им разговаривать чтобы вот вот это наверное чтобы его популярность не возрастала вот чрезмерно он избегает вот этой чрезмерной популярности или избегает наверное популярности из-за того что люди всегда идут за чудесами он хочет что-то быть дать больше людям чем просто чудо или какое знамение чтобы в народе не пошла просто такой клич или слухи что он просто целитель экзорцист изгоняющий бесов он он возможно знает какие-то приемы медицинские главное чтобы для иисуса христа до поры до было определенное время назначено ему когда он сказал а сейчас пришел этот день он часто говорил еще мой день не настал еще день не пришел а потом он сказал ученикам вот мой день настал да у вы правильно заметили что у марка одна из его таких скажем техник которыми он пишет это то что всегда есть какой-то секрет или тайна он всегда скрывает но с другой стороны что интересно в греческом тексте когда мы посмотрим здесь именно говорится о том что даже при том что он сказал не сказывать евангелие все равно продолжала распространяться это сила его слова не могло ее остановить ничего даже и его просьба не распространять все равно написано что и все равно еще более еще более он как бы запрещает рассказывать но она распространяется сила слова божия начало распространяться это чудесно и и тут написано 37 чрезвычайно удивились и и и говорили что кто это что он делает это прекрасно что чтобы нам осмысливать вообще действия бога не только евангелие смысливать действия бога в нашей жизни и удивляться милости господне вспоминающий щита и щита и да и всех и до единого сердца повторяю чтобы в нас вот это удивление наверно но где-то и возбуждает хорошие чувствования веру надежду восторженность боги ну и как вы подытожите целую главу 7 и мы наверно помолимся я думаю ты правильно заметил что когда мы удивляемся мы хотим познавать больше да потому что господь нас всегда удивляет каждый день чем ближе мы к нему подходим чем глубже мы изучаем его слово не перестаем удивляться платон когда-то великий древний греческий философ грил что удивление это первая ступень к познанию может быть поэтому я и выбрал своей жизни теологию потому что бог меня не перестает удивлять чем глубже я изучаю оригинальные языки греческий иврит и текст священного писания я удивляюсь и нахожу много чего как я бы подытожил эту главу например для практической жизни нас христиан здесь на земле мы должны понимать что господь нас послал у нас определенная миссия как и у израильского народа достигать всех падших отошедших возможно заблудших людей этого мира их я не буду перечислять всех тех болезней которые есть в обществе но для господа каждый человек все равно имеет ценность и он нас поселил здесь чтобы мы достигали этих людей чтобы мы не считали их нечистыми и отгораживались за своими кирпичными церковными стенами прятались и спасались сами потому что они нарушают наши традиции потому что они не такие как мы в чем-то мы с ними не согласны для господа каждый человек имеет ценность поэтому здесь для меня это глава в первую очередь говорит мне о том чтобы я никого не считал нечистым а наоборот старался достичь и проявить к ним любовь которую имел к ним иисус христос потому что здесь мы видим его любовь к язычникам он он об этом и поднимает уровень во-вторых безусловно не должны мои какие-то мое понимание или какая-то моя традиция или то что я воспринял по какой-то ситуации не должно безусловно перечеркивать основы христианской веры или основы писания чтобы мое я никогда не становилась то ли на один уровень то ли не дай бог превышала то что говорит господь здесь у нас для всех христиан нужно быть очень аккуратными в том как мы следуем и толкуем священное писание чтобы мы ничего не добавили от себя здесь тоже предостережение ну и в конце безусловно я хотел бы сказать и так обратиться к тем кто сегодня еще возможно ищет контакт с богом возможно пытается что-то понять своей жизни возможно что-то еще не видно что-то непонятно до конца просить господа чтобы и над вашим над вашим ухом или над вами прозвучал голос божий и слова ефата чтобы господь отверз ваши уши и отверз ваш разум к пониманию истин чтобы вы тоже могли слове божьем найти его святое благословенное имя поэтому сейчас мы помолимся чтобы господь тоже в нашей жизни открывал глаза спасибо павел да спасибо павел и на этом мы заканчиваем седьмую главу и мы снова приглашаем вас на площадке сиэтл беттани черт проходит изучать евангелие от маркова и последующие главы так давайте помолимся господь милосердный мы весьма благодарны тебе за то что ты сегодня даешь нам возможность приходить твоему слову и через твое слово соприкасаться с твоей божественной мудростью как много ты через евангелиста марка сегодня нам сказал ты показываешь насколько каждый человек для тебя дорог что ты для каждого человека открываешь свои объятия и твоя кровь она была пролита за весь мир и ты готов сегодня принять каждого человека и приглашаешь нас как церковь твою участвовать в твоей миссии ты хочешь достичь каждого человека и хочешь чтобы мы достигали вместе с тобою поэтому прошу открой наше сердце для принятия тех кого мы еще возможно не знаем может быть тот кто немножечко мыслит по-другому может быть кто-то совсем другой чтобы мы могли тоже его привлечь к тебе чтобы показать твою любовь показать твое принятие мы просим у тебя за тех кто сегодня возможно еще сомневается или есть какие-то трудности может быть в чем-то еще не понимает или что-то закрыто господи да прозвучит твое божественное слово и пота чтобы открылись наши уши и открылись наши глаза к пониманию твоего священного слова благослови нас чтобы на практике мы действительно были настоящими твоими учениками о которых пишет евангелист марк своем евангелии чтобы мы могли понимать твое слово могли передавать твое слово и на практике должны жить чистой святой жизнью просим это все во имя твое для славы твое наш господь